Позырыкская культура, археологическая культура Железного века, основные находки и предметов, которые были сделаны в Горном Алтае. Носители этой культуры обитали на смежных территориях Казахстана, Республики Алтай и Монголии. Выявлено в 1865 году в В. Радловом при раскопке Берельского и Катандинского курганов. Своё название культура получила по памятнику в урочище Позырык долины реки Большой Улаган близ села Балактуэль, где экспедиции Академика А.С. и Руденко были в 1929 году раскопаны усыпальницы Позырыкской племенной знати. Этнический рано-осомодийская позырыкская культура появилась в результате тесного контакта осомодийской каракольской культурой с иранской, бегазой, дандыбаевской или близкой ей культурой, далее сосуществовалась ранее с киевской усть-куюмской группой, а затем с каракабинской культурой. Под натиском гунов, двигавшихся из Центральной Азии на север, в конце 3 – начале 2 века до н.э., часть позырыкцев была вынуждена мигрировать с территории Горного Алтая на север через зоны обитания осомодийского населения большереченцев и кижировцев. Основным занятием населения было кочевое скотоводство. Знатных людей хоронили в деревянных срубах. Знатные позырыкцы носили шалковые рубахи, имевшие один покрой как для мужчин, так и для женщин. В погребениях жередовых членов общества рубах обнаружено не было мужским элементом одежды были штаны, тогда как женщины носили трехцветные юбки. Общей деталью гардероба для женщин и мужчин позырыкцев были вылочные чулки, которые были удобны для верховой езды. Также позырыкцы носили меховые шубы, зачастую сделанные мехом и вовнутрь и наружу. Такие шубы имели войлочные аппликации украшения, а также украшались ценными мехами, выкрашенными в синий цвет. Предположительно позырыкская культура – продукт развития афанасьевской культуры. В антропологическом составе населения позырыкской культуры выявляются три базовых компонента. Вместе с родственными племенами тагарской культуры подверглись атакам протахунну. В силу климатических условий в захоронениях прекрасно сохранились мумии. На их кожу нанесена сложная татуировка. Это наиболее древние и уцелевшие образцы татуировки в мире. Кроме того, в отдельных курганах сохранились погребальная повозка высотой в три метра. Многочисленные реалистичные фигурки зверей и птиц, образцы текстиля, включая древнейший в мире ворсовый ковер, находки руденковских экспедиций, большинство из которых датируется в ОфДН и экспонируется в Государственном Эрмитаже. Исследование волос мумий, проведенное в Оксфордском университете, показало, что основным продуктом в пищевом рационе носителей пазырыкской культуры у кока была рыба. Несмотря на неодобрительные отношения местного населения, исследования пазырыкских курганов не прекратились и с распадом СССР. Время от времени ученые находят иммунифицированные тела. Так, в 1993 году была обнаружена так называемая принцесса у кока – палеогенетика. Представители пазырыксов из Монголии и Республики Алтай оказались обладателями митохондриальных гоплогрупп А4, CF2, G2, HV2, HV6, J, K, T1, U5, U5, A1. Палеогенетическое исследование носителей двух представителей пазырыкской культуры из могильника знатных воинов о калах 1 в Горном Алтае показало их принадлежность к игре к хромосомной гоплогруппе N и митохондриальной гоплогруппе C.